Продолжаем делать Карфаген великим Знакомимся с Дополнением Wonders in Dynasties Вот сейчас Игра загружалась И Интересную эту Узнал, что оказывается Когда ставишь столицу У вас столица с гарнизоном же Вот у нас Карфаген Гарнизон сразу поставился, когда мы основали столицу Оказывается, там можно выбрать место, где он Появится Прежде чем Основывать столицу Alt и Левый клик мыши Обозначает, где будет гарнизон И Продолжение следует... Продолжение следует... уже уже тормозит сразу перезагрузка не помогает пока ближе ближе подвигаешь например до тормоза уходят мы блин так старший поэт тоже совет проводим нам надо 300 соц капитала чтобы акрополь в сулках строить а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, царица хетов мертва Наследник его злопамятным становится плохо Да, давай Впечатлеть тут халю вашей приверженности к вере Набожный, да, давайте Подпадает под наше Ну а с хетами должно быть вообще сейчас С Египтом, что с хетами Мудрый пускай будет Командир Члены вашего совета Собрались вместе, чтобы осудить текущее положение Так, это амбицию выбрать 80% открыть карты Тяжеловато Доктрина налоговая политика Тоже тяжеловато Мир с тремя племенами Ну, блин Для этого дипломат нужен Вообще, конечно, что с Египтом, что с хетами Вполне возможно и со скифой Может попробовать все-таки Вдруг получится Просто мы сами не можем предлагать Но они могут Так, давайте политики Так, вот спрашивали про выхлоп клеток Никак это не включить У вас есть только горячие клавиши Вот снизу показывают То есть вот на это у нас запятая Вот запятая показывает Выхлоп клеток, которые Город Дальше М Показывает название Ну, название клеток, что у вас построено Н показывает пути Как у вас соединены города Б Я не помню, что показывает Торговую сеть А, если у вас Торговая сеть между городами Проведу дорогу Дальше Ви Показывает юниты С С С С зону контроля Да, опасность Опасность показывает Икс Зону контроля Показывает И З Убирает лес Растительность все убирает Но Включить Чтобы это постоянно было Нельзя Торговая сеть Субтитры делал DimaTorzok Струи пота текут с ее лба и впитываются в тунику под доспехом Но Избаал этого не замечает, все ее внимание сосредоточено на движениях оппонента Внезапно Луций делает шаг вперед, перенося вес на левую ногу Затем резкий выпад, металлическое лезвие с характерным хлопком врезается в кожаный доспех Броня выдержала, но сила удара заставляет Избаал оступиться Луций тотчас этим пользуется Второй выпад и лезвие проходит между кожаных пластин Но Луций просчитался, его удар едва задел туловище И теперь у него самого нету пространства для маневра Избаал с широкого размаха ударяет щитом в шлем противника Луций падает Удар был такой силой, что в шлеме теперь зияет брешь Поединок завершен, но сражение продолжается Избаал выиграл эту битву ценой ранения А генерал Луций тяжело раненый Так, в следующий раз я закончу начатое Мне нужен другой план Упорные тренировки Наверное, отвагу Упорные тренировки Я понял, он монастырь за один ход построил? Что-то быстро А кто-то говорил, что у нас в столице роща где-то может быть Я вот вижу рощу, вот лаванда Роща А где вы еще рощу видели? Вообще в упорнике роща не вижу Шифт плюс левая кнопка закрепить слой Серьезно? Точно Прямо так и написано Давайте вот это включим Так вам приятнее карту видеть? Хотя вот это что? Показывать видимость Врага Короче, вам как нравится? Так или так? Наверное, так Выхлоп был виден Так, время Акрополя Вот видите, вы когда наводите на какое-то улучшение Вам на карте показывается, где вы его сможете построить И я думаю, наверное, вот сюда мы будем его Так, что там ему надо? 1200 камня есть А все тут есть Все есть Так что ставим Акрополь Кстати, и Катон мы тут можем поставить в этом году Ну, потом Акрополь просто очень много приказов даст Это очень круто Имху Так Сюда на Акрополь Акрополь рабочий Сюда Монастырь Тут последователи иудаизма ускорим О, появился Скаут Так, надо Выполнить амбицию Блин, не хватает Так Нам тут надо как-то пробежать Не этим ходом явно Не этим Пока стоим там Монастырь за один ход Что-то быстро реально О, потому что гарнизон надо в ту сторону строить пока она подведу просто топорщика в баноне и появились мятежники герцог магарбал пускай изучает политику может дипломат будет так детская вражда между принцип бьют паном праведным и герцогом бастаром со временем только усилилась дошло до того что герцог бастар предлагает взятки придворным чтобы те закрыли глаза на убийство принца ютпана вы будете делать казаться денег и предупредить принца ютпана раскопчик пускай будет так один ход до открытия луков и будем апать у нас дерево дофига это вообще пройти не могу блин а а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доблестный магон, доблестный Доблестный магон, доблестный Доблестный магон, доблестный Доблестный магон, доблестный Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, давайте поделимся камнем. Хотя, конечно, это самый дорогой ресурс. Египетский посланник выступает перед собравшимся двором, предупреждая о великой орде грабителей. По словам их агентов, она собирается на границе изведанных земель, готовясь к нападению на Гиппон Регий. Дает она нам это предостережение в знак дружбы. Ну, давайте отправим дары в благодарность за предупреждение. Скифская делегация въезжает в город с предложением о браке от своих вождей. Они считают, что опиа скифка или скилея скифка станет хорошей женой для вашего сына принца Ютпана Праведного. Надо согласиться, чтобы лучше с ними отношения и попытаться еще с ними тоже мир заключить. Так, героиня или интерьер? Героиню давайте. С того, как вы отказались от взятки, герцог Бастар отозвал наемных убийц, испугавшись возмездия с вашей стороны. Фуф. Так, где у нас Гиппон Регий? Здесь, значит, вот откуда-то отсюда будет налет. Но у нас уже тут есть армия определенная. Так, давайте сначала послом отправим предложение мира. А, национальный... А, блин. Соцкапитал опять стоит. Ладно, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Какая каменоломня, а я же могу отменить Промазал по руднику Блин, держат меня здесь... А, ладно, у меня тут появился Так, надо добежать до столицы Ходят слухи, что люди видели, как гора Дериба была окружена огненным кольцом Которая источала тепло, будто из-за нового мира Римские языческие священники просят пожертвовать им камень на постройку храма у поднежной горы Но иудейские кахены возражают, что огонь – это божественный знак, заменующий, что гору не стоит тревожить Но мы, конечно, за иудаизм Выполнили амбицию Ну и чё она не засчиталась? Чё она висит? Прикол Ну, оставлю тут лошадку в помпеях А это чё такое? Какая-то способность Подождите, что за способность у конника? А-а-а, да, я вспомнил Ну, блин, за 400 соц. капитала, конечно, это дорого, но это прикольно То есть, если вы убиваете, вы вот это активируете на три года, на три хода, считайте Если убиваете юнит, то он на вашу сторону переходит, как бы, а не исчезает Ну, 400 соц. капитала, конечно Ну, это круто, если там прокаченные юниты Опять всю скрытую Капитал надо как-то копить Вот, племенной налёт, тут гиппон регия пошёл Шесть амбиции выполнили Древесину для баррикад Еду Ну, еду, наверное, она самая дешёвая Казна гиппон регия переполнена золотом Правители города бросились финансировать важные проекты Во, нанять больше чиновников 170, отлично До недавнего времени послания герцога Магарбала сводились к перечислению его проблем и успехов в учёбе Теперь же они всё чаще повествуют о тонкостях иудейской теологии Судя по всему, один из наставников Магарбала Пробудил в нём тягу к священному знанию Нет, не хочу я сейчас тратить Так, шрицы языческого Римского язычества Почему у меня постоянно события на римское язычество Один город в нём Один Моя основная религия иудаизм Куча городов в иудаизме Монастыри Нет, у нас события на язычество происходят О, плюс 10 Приказов Ну, я думаю, отобьёмся Так, значит Посла Мир, национальный мир с хеттами И отправляем Спасибо за просмотр! Потом Субтитры подimeters Идите А я всех апнул прачников? Не всех. Из города, да, давайте, о, а тут возьмем орлиный глаз. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, мы за один ход их всех походу Как вам? За один ход весь налет перемололи Субтитры сделал DimaTorzok Мудрая Наместник Акербант ученый перешел в иудаизм Нация Вавилония уничтожена Вау, интересно кто это ее? Ну, давайте согласимся Задань Ну, просто нам надо амбицию выполнить Так бы я не соглашался, конечно Так, теперь давайте мир Египту попробуем Так, а почему мы Египту в принципе не можем предложить? Ладно, давай тогда скифом Хм, а почему Египту нельзя предложить? Написано как будто мы их не встретили У нас даже событие было, а встреча Как минимум одна нация не встретила другую, написано Блин, как так-то Причем надо будет Вот когда вылезет скаут из Хатусы Надо будет отправить Встретить Египет Ладно, со скифами тогда Кстати, мы тут, смотрите Написали неизвестно Но я вам могу сказать, что это Греция Сто процентов И Греция, он меня опережает по очкам А еще кто-то Вавилон Убил А, я даже могу сказать Кто это, скорее всего, Ассирия Да Дурку Ригалзу захвачен Ассирия Там Ассирия вообще лидер, наверное Да, кстати Заслать шпиона, чтобы увидеть территорию Египта Точняк Так, и магониды перешли в иудаизм Все, у нас со всеми хорошие Со всеми семьями хорошие отношения Роскошь и величие Королиса Вызывают завистью обитателей Цальпувы И граждан Хетского царства К вам сделанным предложением Явились шпионы Желающие Цальпуве славы Карфагена Это, конечно, здорово Но открыто поддерживать их может быть опасно Так, поддержать повстанцев А, Хетты объявляют войну И давайте просто выделим им деньги Верховный советник на ВЛ пришел к вам с необычным предложением Связаться с талантливым чиновником Служащим при дворе царя Бесиса Мудрого из Египта Он с радостью станет вашим подданным Поскольку в Египте к нему относятся отвратительно Ну, нам Нам нельзя ухудшать отношения с Египтом Ваша мачеха и наместник в Гадрумете Умная Раскопщица Дотошная Давайте раскопщица 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мучает постоянно рвота и понос Перед вашими разведчиками разворачивается необычная сцена Греческие солдаты секут кнутом связанного по рукам и ногам человека Эта падаль, говорят они, подстрекала народ к мятежу Шпионила за царской семьей и пыталась проникнуть в сокровищницу Несчастный же настаивает, что он ни в чем не виноват Давайте отобьем Придворный, о, соцкапитал, 800 соцкапитала, кайф Время последнего визита в Академию политики В Академию политики вы присутствуете на дебатах, в которых участвует ваш родственник, герцог Магарбал У него феноменальные способности, которые хвалят все вокруг Так, становится оратором Оратором Судьей Или Фанатиком Знаете, наверное, судьей Так, ну, глава шпионов должен быть мудрым Я так думаю Встретили греков Девять городов И Два чуда Кстати, раз соцкапитал сейчас будет, то мы можем попробовать колосс построить Не выпускают меня рабочие римские Хотя, может, тут посмотреть, что А тут все равно стены, ой, то есть стены Коры все равно не пройти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Орг 보세요 Субтитры создавал DimaTorzok М powinien быть Субтитры создавал DimaTorzok Терри Субтитры создавал DimaTorzok Оратор Берег Четua Другие слова Субтитры сделал DimaTorzok Так, монастырь, монастырь Тут я хотел монастырь поставить В Сулках монастырь строится, в Карфагене есть В Утике есть монастырь В Япон Риге надо, наверное Так, а где я здесь хочу? Ну, тут можно, кстати, прямо Вот так, монастырь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, приносят весть из Египта Царь бесец, мудрый, мёртв А сколько он был мудры? Ну, пять мудростей, да Наместник собраты погиб Матриарх, мать интриганка становится О, плюс сто, мнение о нас, отлично Ваш сын перешёл в иудаизм, наместник Хирам Все в иудаизм переходят Так, дополнительный соцкапитал Кучу получили Давайте навигацию пока откроем Со смертью царя бесится Так, через неделю после воцарения Хинут, ваша стража ловит египетского агента Так, надо подкупить, чтобы он ложной информацией снабжал Пережив множество разочарований Бастар из Утики решил увести свои недовольства с собой за пределы нации Под покровом ночи он вместе с семьёй, загрузив имущество в телегу Пробирается через границу в сопровождении слух Нескольких влиятельных греческих семей Сразу же по прибытии Бастар получает назначение в греческой армии Его опыт и навыки будут весьма полезны Греции Ну, вообще, да Давайте осудим царя, аж он наших людей вербует Так, давайте законы принимать Во-первых, единобожие берём А вот тут принимать ли Я думаю, не буду У меня главное четыре закона, чтобы крепости можно было строить И я бы сохранил, собственно, капитал на чудеса Чтобы я женился? Нет, у нас есть Жена Так Ещё один ход до постройки Сколько там требует? Ну, по-моему, 300 тоже соцкапитала Ой, блин, это не рабочий Вообще требуется прибрежный... Да, его можно построить Собственно, как и Катон Ну, мне колосс больше нравится Все города Плюс два соцкапитала будут давать А Катон просто даёт Новым кораблям уровень То есть я его, скорее, построю для того, чтобы очки получить И всё И всё Ну, смотрите, пантеон тоже требует священный город Блин, какие... У меня столица так расположена, что у меня, получается, я практически никакие чудеса в ней не могу строить Видите, здесь требуется культура легендарная, но это в столице будет Но засушливый или песок? Ни того, ни другого у меня нету здесь Я засушливый, вот, например... Блин, я даже засушливых не вижу у себя мест Как так-то? Чёрт Да не хочу это захватывать, Рим Пускай строит войска Если хочет Хотя, с другой стороны... Ну, вот, Помпоэлло можно подходить, да, наверное Постепенно Сейчас мы тут полечимся Всякими, поулучшаем юниты Каких-нибудь генералов назначим Какой-то хреновый генерал Ладно, есть соцкапитал Так, Малх А... Помпеях тоже Малх? Нет, тут есть вариант получше Побольше Ну, давайте эту... Умаштарт младшую Блин, скифов уничтожили Фаяк вот и думал, что... Начну мир со скифами И их уничтожат Блин Ну и как мне... С кем мне третий мир заключить? Может, перемирие с Римом и с ним мир? Ну, то есть, ради амбиции Давайте, наверное, перемирие с Римом Отправлю Слабее иной Давай потребуем дань С Рима Нам надо амбицию просто эту выполнить Потом И что нам не мешает потом объявить Риму войну? Ну ладно, это уже, наверное, и в следующем стриме, и в следующей серии Отношение плохое Почему нормальное? Плюс 46 Это вот плохое с Греции А плюс 46, по-моему, вполне нормальное Я просто не понимаю, как может быть война И при этом отношение какое-нибудь там плюс 100 или плюс 200 Это странно было бы А, после перемирия? Ну так я после перемирия буду улучшать отношения Понятно, просто с Грецией вообще не вариант А потом я буду улучшать отношения Уже есть варианты всякие Торговли и прочее, прочее Посмотрим Ладно, на этом все Спасибо, что смотрите Не забывайте лайкать, комменты и прочее, прочее, прочее Играйте в умные игры Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok